Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Тема у нас сегодня сколь историческая, столь же и актуальная, невероятно насущная в сегодняшней России, в сегодняшней Москве, после всех бирюлевских событий. Тема толерантности. И, вы знаете, я решил этот эфир начать с исторического события, потому что сейчас, в эти дни, около ста лет назад, вернее, примерно в эти дни, ровно сто лет назад, а именно 28 октября 1913 года, закончилось громкое дело Бейлиса, о котором вы все, конечно, знаете. Это в Киеве, в Российской империи, дело о покушении на мальчика, об убийстве мальчика, в котором был обвинен еврей Бейлис, что это было ритуальное покушение на христианского ребенка. И суд присяжных его оправдал, невзирая на невероятное давление со стороны власти, которое хотело добиться обвинения. И это стало таким знаковым процессом, которое в большой степени сформировало весь, собственно, так сказать, я не знаю, дискурс антисемитизма, толерантности в Российской империи и в том столетии, которое последовало. И у нас в гостях сегодня генеральный директор Музея толерантности и президент Федерации еврейских общин России Александр Мусеевич Борода. Добрый вечер, Александр Мусеевич. Добрый вечер, здравствуйте. И вот хотел поговорить с вами не только об антисемитизме, сколько, может быть, даже вообще о феномене толерантности, насколько она была свойственна Российской империи, Советскому Союзу и нынешней России. Ну вот скажите, если взять ту Российскую империю, империю времен дела Бейлиса, 1913 года, она была в какой-то мере толерантной? Я бы не сказал. Российская империя была очень ксенофобской, антисемитской. И мне кажется, все худшее, что связано с понятием нетолерантности, это вот Российская империя. Мне кажется, на те времена, вот уже на начало 20 века, в целом все западные страны уже прошли путь к толерантности, и Россия в этом смысле была далеко позади. Это следствие политики Александра Третьего, особенно русификации сильной, это примерно вот конец 19 века? Мне кажется, что это связано с сращиванием в то время государства, религии, и, конечно, политика русско-православной церкви дореволюционная, она была очень маргинальная. Это связано в целом с оторванностью России от остального мира и продвижением разных прогрессивных мыслей. Философы, ученые, которые внесли большую лепту в развитии и научно-технического прогресса, и интеллектуального прогресса в страны Запада, до России это почти не доходило. Россия осталась протерархальной страной, с протерархальными устоями и с средневековыми, в общем-то, обычаями. Это касалось не только евреев, хотя к евреям это было в одном самом радикальном, так сказать, форме, черта оседлости, невозможность не получать образование, не работать, притеснения. Это касалось и к другим народам в том числе. Антисемитизм в Российской империи, он как бы внутренний, эманентный, или это вещь, которая пришла с Запада? Антисемитизм дореволюционной Российской империи был, я бы сказал, из двух частей стоял. Это был антисемитизм государственного уровня. То есть Россия препятствовала категорически и переселению евреев, и вообще евреи попали в Российскую империю в таком большом количестве после раздела Польши. После раздела Польши, да. А в целом это во многом связано с религиозным антисемитизмом. То есть христианство, в общем-то, в средние века, оно было радикально антисемитским. И когда весь мир уже прошел этот этап, и в России по-прежнему вот такое вот средневековое отношение к аудаизму, дореволюционной Русской Павловской Церкви, оно, конечно, оказывало мощнейшее давление и влияние на государство. И, кстати, и на бытовой антисемитизм в том числе. То есть это где-то с 400-300-летней задержкой в России были те же процессы, которые, так сказать, были еще со времен изгнания евреев из Испании, то, что мы видим там в венецианском купце Шекспира. Да, да. Вот примерно такое коэффициент замедления произошел. Такой же коэффициент замедления. А если брать шире антисемитизм западный, то здесь церковь в основном основную роль играла. Конечно. Если мы берем крестовые походы или вот историю с чумой европейской, где были наветы на евреев, это все шло от церкви, от, прежде всего, католической церкви, которая боролась с теми, кто, собственно, и породил христианскую церковь, это иудаизм. Но затем уже к этому стали примешиваться какие-то экономические обоснования. То, что евреи, как я понимаю, собственно, вот этот вот христианский антисемитизм, церковный антисемитизм вытеснил евреев в гетто, где им была единственным разрешена какая-то форма экономической деятельности, в том числе ростовщичества. Это запкнутый круг. Когда евреям не дают возможности владеть ни землей, ни какими другими видами собственности и оставляют какой-то узкий сегмент, в котором они могут легально осуществлять свой бизнес, то потом же предъявляют им претензии, почему они этим бизнесом занимаются. То есть это такой круг, по которому евреи ходили и, к сожалению, не страдали за этого. Страны, где евреям давали больше полномочий, то там не было таких конфликтов на основе тех или иных видов деятельности. И, безусловно, еще, то, что вы правильно заметили, существовало понятие экономической конкуренции. Действительно, евреи преуспевали в тех странах, где они оказывались и получали большие экономические возможности и оказывали влияние на государство, и за это тоже они страдали. Вместо того, чтобы это использовать, государство тем не менее решало, думало, что выгнав евреев, они тем самым разбогатеют. Это было не так. Русская революция в этом отношении была большим, так сказать, эмансипационным актом для евреев. Да, и не случайно такое большое участие евреев как раз из черты оседлости, что для них это было неким социальным лифтом. Вы знаете, когда держишь 5 миллионов населения, образованного населения, евреи, несмотря на то, что они были бедные, они все получали образование. Еврейская религия в основу всего ставит образование и воспитание. 5 миллионов человек были образованы, которых прижимали, которым не давали дышать, жить. Это была пороховая бочка, которая не могла взорваться. И когда вот это произошла, революция, конечно, все евреи выпрыгнули, можно сказать, выбежали из этих ограниченных свобод и стали активно участвовать во всех процессах революции. Но здесь же одновременно и отсюда одно из таких классических советских проявлений антисемитизма говорит, что революцию, собственно, сделали евреи. Часть еврейского заговора. Еврейское то же самое, что белое движение, еврейско-большевистский заговор. Насчет заговора не поддержу, там заговоров никаких не было, но что евреи активнейшим образом участвовали в революции, это факт. А как им было не участвовать? Это было для них единственное средство вырваться на свободу. Они ненавидели царский режим лютой ненавистью. И евреи боролись с тем, что их унижало, тем, что дело из них не людей, а каких-то рабов. В какой же момент в Советском Союзе начинает появляться антисемитизм? Вот, так сказать, этот интернациональный проект, который стольким нациям открыл дорогу, в том числе и евреям открыл дорогу к освобождению, в какой момент начинается поворот к антисемитизму? Он имел несколько этапов. Антимитизм начал возрождаться в конце 20-х, начале 30-х годов, когда уже вообще какая-то прошла селекция, евреи или неевреи. Я думаю, что это шло во многом от Сталина, который как-то видел, что вокруг него много евреев. И Сталин, в принципе, искал достаточно покорное вокруг себя большинство. А евреи представляли разные партии, очень активные. многие не шли за Сталиным. И он стал уже как-то приглядываться по национальному признаку. И тогда начались первые этапы борьбы с евреями, потому что они евреи. Должен сказать, что, это тоже надо признать, это объективный факт, что евреи всем занимались арияно. В том числе были сформированы такие евсекции, которые стояли среди евреев, которые боролись с еврейской религией. Они сжигали синагоги, сжигали свитки Торы, боролись с религией, с настойчивостью, достойной лучшего применения. И они нанесли большой ущерб в целом еврейской религии. Погибли люди, большое количество людей, раввинов. А вы знаете, вот такой вот вопрос. Вообще, юдаизм, подвергшийся такому же унижению, такой же, в общем-то, секуляризации, подверглись евреи, какой подверглась русская нация и русская православная церковь? Ну, так скажем, юдаизм также пострадал в советское время, как русская православная церковь? Абсолютно. А по состоянию на сегодняшний момент, евреи также секуляризованы, как, в общем-то, большинство русского православного населения? В целом, да. В целом, имеется в виду, что больше людей, соблюдающих, больше светских. Евреи, большинство светских сейчас. К синагогам только начинают приближаться. Как и русское население. Сколько реально религиозных, православных среди русских? Немного. Люди выполняют какие-то формальные обряды или начинают что-то соблюдать. Начинают там крещение, венчание, какие-то обряды. Так же самое и в иудаизме. Люди только начинают приближаться к этому. А и в России, и в Израиле примерно одинаковый уровень секуляризации населения? Не, ну, в Израиле существенно более религиозное население. Люди, чем евреи. Это ассимилированные люди, советские люди, которые воспитаны на русской культуре, на русской литературе. Многие из них просто не имеют даже представления о том, что такое еврейская религия. Многие думают, что Иисус – это вообще, как бы сказать, один из персонажей еврейской традиции, еврейской религии. Что совершенно не так. Информации о иудаизме в Советском Совете практически не было. А информация о христианстве какая-то была. Поэтому у них представление о христианстве существенно шире, чем представление о иудаизме. То есть больше евреев, соблюдающих христианскую Пасху и празднующих христианское Рождество и Новый Год, чем соответствующие еврейские праздники. Сейчас немножко изменилось. Песах, Хануку, да. Сейчас немножко изменилось, но в советское время евреев, знающих историю православия, было существенно больше, чем тех, которые знали историю иудаизма. Чем тех, которые знали историю иудаизма. Интересно. Ну, а вот Советский Союз с этой точки зрения, Раз мы говорим о толерантности, он был широким проектом, толерантным проектом? Я не могу сказать, что это называется словом толерантность. Когда ты перемалываешь все нации и пытаешься создать какой-то новый образ, новую сущность, то, что называлось общность под названием советский народ. Это не толерантность, это попытка сломать природу людей, их национальную модификацию, их культуру, их традицию, придумав искусственную, абсолютно неестественную, какую-то новую общность. Это не толерантность, это что-то похожее на геноцид, только под другим углом. Это уничтожение национальной традиции, национальной культуры, причем истовое уничтожение. Ну, согласитесь, все-таки многие традиции сохранялись или вообще создавались заново. Какая-нибудь абхазская культура, предположим, там, не знаю, азербайджанская культура, если сейчас смотреть особенно на окраинные республики. Ну, они сохранялись только потому, что советская власть до них не успела толком добраться. Евреи проживали в целом в крупных городах, и тут никаких возможностей для соблюдения, для информации о еврейской традиции не было. Это все, так сказать, на корню уничтожалось. В синагоге толком молодые люди могли прийти. Любой молодой человек, придя в синагогу, тут же сообщали в комитет комсомола, в институт, где он учился, в школу, везде. И его не брали, его исключали, его выгоняли. Поэтому... Антисемитизм был институциональный в СССР. Он был, как бы, прописан негласными инструкциями, но фактически на всех уровнях госвласти. Да, и недавно у нас в музее была одна из лекций, на которой был совместный проект с Гуглом по виртуальному музею. И был депутат Митрофанов, который рассказал, что у него, по-моему, у дедушки был документ, который четко прописывал процентную норму. Сколько вот евреев можно брать туда или брать сюда. В вузы какие-то? В вузы, на работу, да. Он говорит, что он поищет и нам передаст в музей. Негласно, я бы сказал, даже гласно, просто внутренними циркулярами. Это не было для общественного, так сказать, пользования, но Советский Класс все документировало. И эти циркуляры были уверены, что просто для служебного пользования, но все напечатаны. Не, ну квоты были, квоты были известны. Я помню свое детство, там знакомые дети из еврейских семей на даче, там были соседи, вот талантливейшие были мальчики, там в математической школе. Они знали, что они в Москве не поступят никуда. Они ехали поступать в Ярославль, по-моему, в Ярославле было в вуз. И вот в Ярославле была как бы более либеральная квота для детей евреев. Были такие опции, были институты, в которых было известно, что туда евреев берут. А куда не берут? Вот, например, там в строительные специальности брали евреев, потому что был не политизированный, не связанный никак с военной деятельностью, скажем, то, что было уже засекречено. Автодорожный институт. Торговля. В торговлю не так много брали. Основные евреи шли в строительные институты, чуть-чуть в медицинские, брали в нефть и газы. Но не стратегически, не политически, скажем, поступить МГИМО, почти нереально, в МГУ должен быть гений, чтобы там поступить. Или там какой-то тоже протекцию такой, чтобы... Да, сильная-сильная связь, сильный ресурс. Да. И ведь само же слово «еврей» было табуировано, как я помню, еще... Очень многие говорили «лицо еврейской национальности». Опять-таки, я вспоминаю свой эпизод из ранней юности в какой-то компании. Кто-то, так сказать, замялся и сказал «лицо еврейской национальности». И бывший там человек, так сказать, буквально там все дырю подвыпивший, вскочил там, ну, не за грудки схватил, но как-то, так сказать, а ты скажи «еврей», «еврей», «я еврей», произнеси. И вот как бы язык не поворачивался произнести это слово. Был определенный комплекс, основан на том, что, безусловно, вот этот государственный антисемитизм и бытовой антисемитизм, который присутствовал, загонял евреев в тень. Они стеснялись, они понимали, что у них нет будущего, у их детей в первую очередь, поэтому многие записывались русскими, чтобы поступить в институте, чтобы иметь работу, чтобы достойно жить и не подвергаться там бытовому антисемитизму, государственному антисемитизму. Существенно количество было записано русскими. Какой процент советских евреев уехал, вот когда первые были сняты ограничения на иммиграцию? Вы имеете в виду в конце 80-х годов или в 70-е? Нет, еще в 70-е, когда вот это вот картеровское все. Уехало из Советского Союза где-то, по-моему, 400-500 тысяч евреев. Я могу ошибаться. 300-500 тысяч. Из общего населения? Да, в тот момент. Я думаю, что тогда евреев было в районе 3,5-4 миллионов. То есть почти 10%. Да, но мы не должны забывать, что у евреев очень существенная ассимиляция, очень существенная. И также, в принципе, рождаемость у евреев очень низкая в Советском Союзе была. То есть 1,2 ребенка на семью. То есть еврейское население сокращалось и естественным путем, вот из-за маленькой рождаемости, и из-за ассимиляции. Мы продолжим наш разговор с Александром Исеевичем Бородой после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о толерантности. Повод для разговора дела Бейлиса, которое было ровно, закрылось, закончилось ровно 100 лет назад. Так что, естественно, повод у нас разговор об антисемитизме. Но шире, конечно, хотелось бы поговорить о толерантности. В гостях у нас президент Федерации еврейских общин России, генеральный директор Еврейского музея Центра толерантности Александр Исеевич Борода. Вот сегодня, Александр Исеевич, вы знаете, такое может быть неполиткорректное, скажу, но я прочел у одного политического комментатора, такой он пост в Фейсбуке написал, что даже неофициальный бытовой антисемитизм в России кончился в тот момент, когда стали писать в объявлениях о квартире «Сдам квартиру лицам славянской национальности» или лицам буквально чуть не, так сказать, белой национальности. То есть имеется в виду, что, скажем, в эту белую национальность входят евреи в том числе. И дискриминация как бы новым другим, новым отторгнутым элементом становятся вот эти так называемые мигранты, да? То, кого называют лица кавказской национальности, Кавказ, Средняя Азия. То есть вот с этой точки зрения, вот я говорю, опять-таки, это достаточно неполиткорректно он сказал, но, по-моему, достаточно точно. Антисемитизм кончился в том, что евреи приняты в тот внутренний круг тех людей, которым, так скажем, московская семья сдаст квартиру. Вы знаете, я не могу сказать, что бытового антисемитизма совсем нет. Он есть. Он, безусловно, стал меньше по нескольким причинам. Одну причину вы назвали, что сегодня фокус внимания и фокус проблемы переключен на мигрантов, на ментальные проблемы взаимоотношений между славянским населением и кавказским, например, населением. Но есть другие причины. Прежде всего, это расширение информации о Израиле. Очень много русских людей ездит в Израиль лечиться, отдыхать. Это перестало быть какой-то табуированной, закрытой темой. Поняли, что это страна, которая и гостеприимна, и достойно себя защищает, и открытая для мира. Этот факт, я считаю, существенный. Также очень много, я считаю, сделала российская власть для искоренения бытового, в первую очередь, антисемитизма. То есть, публично, признав иудаизм одной из основных конфессий России, принимая руководителей иудейской конфессии на официальных приемах, люди, когда это видят по телевизору, они понимают, что это уже... Путин же, по-моему, где-то в начале своего первого срока на Ханку куда-то ездил. В Марье, в Марьино, в синагогу. Приходил в синагогу Марьино Роще. Он приходил... У него нет, как мы понимаем, какого-то вообще национального деления, либо религиозного. У него есть отношение к людям. В этом смысле он приходит в церкви, приходит в мечети. Вот сейчас был он, так сказать, в Уфе, в мечети. Вот приходил в синагогу. И то, что он приходил в синагогу, или вот то, что закреплено, то, что иудаизм является одной из четырех конфессий, это повлияло, безусловно, на умы людей. Также в целом отношения между руководством иудейской конфессии и русско-православной церковью тоже достаточно нормальные, толерантные. Нет напряжения. Это тоже все сказывается. А на бытовом уровне то, что вот это вот сохраняется, скажешь, что там банкиры, олигархи, то, что у евреев финансовая власть, финансовый ресурс. Ну вот то, что, так сказать, говорится на таком атовистическом, да, архаичном уровне. Вот это вот в какой степени сохраняется и влияет на общественное мнение? Вы знаете, существенно меньше, чем в 90-е годы, где действительно евреев было много. Сейчас не так много. Нельзя сказать, что сейчас засили или как-то там это явно выделяет советские фамилии. Ну, первые 20 в списке Форбса должен сказать комплимент. Да, конечно, большой, да. Существенно не так, как раньше. Есть понятие зависти, есть понятие какого-то такого бытового антисемитизма, который выплескивается не только в это. Я думаю, что в том числе и в зависть успешности какой-то экономической. А в чем? А у вас есть объяснение какое-то? В чем причина? Ну, действительно, это же медицинский факт, что евреи гораздо более успешны в бизнесе, вот скажем, вот именно на уровне верхнем уже олигархическом. Вы знаете, не только в бизнесе, вот сейчас была Нобелевская премия, ну, такое количество евреев я давно не помню, то есть примерно 80% лауреат Нобелевской премии ученых евреев. И вообще в Нобелевской лауреатах, я думаю, что, ну, как, наверное, вокруг половины всех лауреатов евреев. Чем вы это объясняете? Культура, талмудическая культура, культура учености, культура книги? Прежде всего, среди евреев всегда была полная грамотность. Все, все умели читать, писать, что не было в большинстве народов. Всегда там, скажем, в деревне только священник был обучен грамоте. Уверен, все были обучены грамоте. И обучение — это важнейшее, так сказать, один из толпов вообще иудаизма. Второе, что, безусловно, талмуд учил каждого ребенка логическому мышлению, аналитическому мышлению не идти по проторенной дороге, искать свой путь. И это, безусловно, из поколения в поколение вырабатывало определенные, так сказать, интеллектуальные способности. И если, скажем, человек, который хорошо разбирается в талмуде, идет заниматься математикой, то, применяя все навыки изучения талмуда в математике, он сразу продвигается на существенный уровень. Потому что он имеет большие задатки в построении логических цепочек, например. Но много ли сейчас евреев учат талмуд? Взять те же нобелевские логи? Это что, уже генетически как-то прописано? Во-первых, есть много генетически прописано. А второе, что вот в Советском Союзе, мне кажется, такой минимальный стандарт был, что евреи должны были закончить институт. Вот было как бы не принято, что еврей там, не знаю, закончил профессиональное техническое училище. Все должны учиться в институте. Они тянулись к чему-то. Все время был какой-то стандарт минимальный знаний. И, видимо, стремление к знаниям является частью природы. А есть ли еще такая вещь в качестве объяснения такого успеха, стратегии успеха, то, что больше взаимопомощь, больше взаимовыручка? Одна из наиболее таких организованных общин этнических. Вы знаете, это во многом иллюзия. Во многом иллюзия. Нельзя сказать, что есть такая взаимовыручка. Она есть у всех народов, малых народов, которые находятся среди больших народов. У Кавказцев есть, у Веншинской представители Соединенной Азии есть какая-то общая, так сказать, взаимовыручка. Она не является какой-то специальной. Это больше, так сказать... Разневоспитана это тысячелетием гонений, всем то, что, так сказать... Ну, не знаю, так опять-таки возьмем на очень бытовом уровне бытовой мифологии. Что вот, так скажем, там еврейская девушка не останется непристроенной. Что всегда вот это вот механизмы вот этой взаимопомощи, тетюшки, дядюшки, что всегда, так сказать, найдутся какие-то брачные союзы, так или иначе. Это же тоже оказывает влияние на некие стратегии успеха в дальнейшем. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что сегодняшние российские евреи, они на 80% ментально обычные советские люди. Вот этой, так сказать, особой еврейской какой-то корпоративной, или, так можно сказать, национальной такой сплоченности, ее нет в силу того, что люди тоже плохо понимают, что это такое. Постепенно к ним возвращается какое-то еврейское самосознание. Второй момент, что евреи, хоть и есть понятие, что нужно помогать друг другу, с другой стороны, среди евреев очень много разных мнений. То есть очень много разных... Два еврея, три мнения. Два еврея, три мнения, поэтому нельзя сказать, что это такое, знаете, вот стадное чувство, вот антистадное чувство, все в разные стороны, каждый думает о своем. Вот каждый, если помогает, если даже помогает, тоже своеобразным, так сказать, своим путем идет. Поэтому вот этот разлет мнений и желание идти до конца в своем мнении, что тоже, по-моему, является частью еврейского характера, последователь, несмотря на что, свою точку зрения проводить во всем, кстати, что тоже идет из Талмуда, оно, в общем-то, не по собственной сплоченности. Сплоченность — это когда ты не думаешь часто, а делаешь, вот как тебе говорит там закон, либо говорит та община. У евреев это не так сильно, как сознательное, выработанное своим, так сказать, логическим аппаратом решение. Давайте поговорим о вашем музее. А какое в нем соотношение еврейского компонента и, так скажем, более широкого понятия толерантности? Вообще, этот музей состоит из двух частей. Это еврейский музей и центр толерантности. Это, в общем-то, почти не пересекающие там зоны. Даже центр толерантности, он отдельный, там ничего нет. Мы специально убрали любую тему, связанную со временем. И толерантность, она имеет существенно более широкие рамки, нежели национальная толерантность. Вот я всегда привожу пример. А толерантность, например, между водителями на дороге. Что один должен, так сказать, не подрезать другого, а вступать другому в место. Или толерантность к малоподвижным группам населения, к инвалидам. Вот мы ушли от всего, что имело какое-то отношение к евреям, и постарались максимально дать возможность для всех видов толерантности. Или семейной толерантности. У вас там это как-то категоризировано, да? Семейная толерантность, толерантность на дороге. Да, мы по разным, по каждым темам есть свой набор кинороликов, таких вот специальных клипов, можно сказать. Это сюжеты, которые писали выпускники в ГИКа. Там был конкурс. И потом отсняли профессиональные уже режиссеры, операторы, сняли эти 7-8-10-минутные ролики, которые либо ставят острую проблему и дают, как бы сбрасывают тему для дискуссии, где сюжет заканчивается буквально вот на пике, и либо они, эти сюжеты, они вталкивают человека в решение проблемы, ну, по отношению к инвалидам. И так далее. То есть там, безусловно, по темам это является как бы базой для уроков. Мы сейчас прошли уже практически сертификацию в Департаменте образования Москвы, и на основе этих фильмов, обсуждений в классах создано специально такие методические, можно сказать, пособия для проведения уроков толерантности, что и проходит в нашем центре в том числе. А в еврейской части это уже история евреев России? Началось немножко раньше. Мы, так сказать, первый павильон, это вообще библейская история. Но она сделана в виде кинотеатра 4D. Кстати, в первой Москве полноценной 4D. И вообще, по-моему, в первой мире библейская история 4D. Дальше это уже расселение евреев по миру. И, конечно, сделано существенно... Ну, постепенно эта линия выводит к Восточной Европе, к Российской империи, постепенно перетекая, конечно, в Советский Союз и в Советский евреев, в Российский евреев. А где заканчивается экспозиция? На каком моменте? В современности. В современность выводит. И история Холокоста, Шоа, катастрофы тоже рассказана? Рассказана. Вы знаете, как там есть история Холокоста, которая является частью в целом рассказа о войне. Мы старались в самом широком формате рассказать о всем, что происходило в этой войне. И сами боевые действия, и в целом трагедии советского народа, и в том числе трагедии евреев. Но трагедия советского народа и всех его национальностей, она не должна быть сфокусирована только на трагедии евреев. Это все-таки, несмотря на то, что немцы убивали, не хочу сказать немцы, фашисты убивали евреев, именно потому что они были евреи, тем не менее мы видим особую ненависть фашистов в целом к советскому народу. Потому что такое количество мирного населения не убивалось ни во Франции, ни в каких других странах. Ну там же и чисто расовые теории гейбельсовские. Славяне подлежали гораздо более глубокому уничтожению, чем, скажем, те же поляки или бельгийцы. Да, поэтому... Французы. Да, поэтому в зале памяти, например, мы вот взяли с Министерства обороны, первое, они оцифровали недавно всю базу данных солдат, всех солдат погибших, 10 миллионов солдат. У нас там высвечиваются имена солдат, которые погибли в войне. Там, кажется, может пойти, зажать свечку в память об этих солдатах. И примерно раз в полгода появляется еще раз то же самое имя, потому что пока постепенно проходит и 10 миллионов имен. И вот мне показалось, что у нас получилось это в музее. Безусловно, мы показали вклад евреев в победу, причем самых разных направлений. Журналисты, там 80% журналистов погибло, потому что они шли буквально на передовой. Из них очень много было евреев. И военные песни, и в целом солдаты, и те, которые работали в тылу. Мы старались показать. Но мы хотели все-таки показать в целом трагедию войны. Она для всех одинаковая. Трагедия Холокоста, она здесь, я здесь хожу не Холокоста, именно, а геноцида отдельных наций, отдельных групп людей. Ведь не только евреи, скажем, цыгане, те же там или там тоже, что трагедия была там для гомосексуалов, если взять всю эту маркировку. Душевно больных. Если взять, как в Констагерях, была вот эта вся маркировка. Она как-то подана или здесь именно выделена именно еврейская трагедия? Кроме трагедии всего Советского Союза в целом, есть рассказ о трагедии евреев. То есть мы не разбирали трагедию цыган и не разбирали трагедию гомосексуалистов или душевно больных. То есть в целом трагедия всего населения и Холокоста. Ну да, вы знаете, потому что здесь, конечно, очень часто я сталкиваюсь, ну не очень часто иногда я сталкиваюсь с таким вот мнением, опять-таки мне совершенно не принадлежащим, что вот в войну в Констагерях как бы уничтожали целые нации, целые народы. Но вот, так сказать, именно евреям удалось сделать полный непротиворечивый рассказ об этом, и вот как бы трагедия Холокоста, она доминирует над другими историями о национальных трагедиях. Ну я бы не сказал, что немцы, еще раз, извините, так сказать, фашисты уничтожали какие-то народы вот так вот, близко к евреям. Так, как еврейские. Даже близко ничего не похожего, если Эйхман, специалист по еврейскому вопросу, и Гитлер, как его фюрер, они уничтожали, просто мечтая уничтожить их до конца, чтобы этого народа больше не существовало. Ну да, эндлезинг, окончательное решение. Если мы говорим о, скажем, славянских народах, то их желание было поработить по расовым теориям, что это как бы люди второго сорта, они должны жить, ну, условно говоря, нашим прислугой. А евреев просто не должно существовать. Поэтому нельзя сказать, что кого-то еще Гитлер ставил такие задачи, что их не должно существовать. Ну вот, если кто-то... История пока не открыла такой. Цыгане еще вот, пожалуй, да. Вы считаете нужны, скажем, в России нужны ли какие-нибудь специальные административные меры или уголовная ответственность за отрицание Холокоста? Такие, как есть на Западе. Вы знаете, я бы сказал, что уголовная ответственность может быть нет, административная ответственность, какая-то воспитательная ответственность должна существовать. Понимаете, уголовная ответственность, мне кажется, не решает тех задач, которые, так сказать, она часто перед собой ставит. То есть от того, что человек сядет в тюрьму, который скажет, что Холокоста нет, не было, точнее, извините, от этого ничто не изменится. Важно, безусловно, должно какое-то понести общественное наказание, социальное наказание, а не уголовное. То, что общество вокруг его осудит, то, что он будет персононград среди цивилизованных людей, это, мне кажется, более важно, нежели где-то он сядет в тюрьму. А вы считаете, такие вот подобные, как у вас, понимаешь, блестящий опыт создания этого музея и одновременно еврейского центра музея толерантности, для других примеров того, что произошло в 20 веке, вот, скажем, для армян, нужен был бы такой музей-центр, скажем, музей армянского геноцида и, соответственно, при нем какой-то центр толерантности, скажем, к кавказским народам Кавказа? Вы знаете, наш музей не является музеем Холокоста. И я бы сказал, вообще, хорошо бы, чтобы каждая нация, начиная с русской нации, почему, так сказать, малые нации, скажем, внутри Российской России должны иметь эти музеи, почему бы не иметь музей русского народа? Почему бы... Это неплохо, рассказ истории. А у вас вы бы, скажем, готовы были представлять в вашем музее, скажем, экспозиции вот по тому же армянскому геноциду? Да. Или, скажем, по голодомору украинскому? Да, однозначно, да. Мы и видимся как площадка для таких возможных мероприятий. Ну да, мне кажется, что это здесь очень нужно поставить в такую вековую перспективу, что это был страшный век, когда, так сказать, были вот эти вот трагедии. Я не знаю, даже можно и камбоджийский геноцид, истребление там тоже в процентном соотношении страшнейшее было совершенно по тех, кто были истреблены, и армянские, и прочие. Да, мы очень тяжелые вопросы, но мне кажется, что вот удается, очень важно существует такой музей, который ставит эти вопросы к геноциду и не дает, собственно, засохнуть нашей памяти. Мы продолжим наш разговор с Александром Моисеевичем Бородой через маленький перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология». В гостях у нас Александр Моисеевич Борода, президент Федерации еврейских общин России и генеральный директор Еврейского музея и Центра толерантности. Ну вот толерантность, к которой мы уже подступались. В чем, по-вашему, причины такого низкого уровня толерантности в современном российском обществе? Я бы объяснил нескими причинами. Прежде всего, мы говорили об этом раньше, это вот попытка искусственного создания советского человека. Она не получилась, она разрушала целостность личности, представителей всех национальностей, начиная с русской национальности. И когда эта система развалилась, этот сплеск национальной самоидентификации, он пришел, в общем-то, дал вот эти конфликты межнациональные, которые, например, возникли в Азербайджане, вместе с Азербайджаном, с Арменией, Прибалтика, да и в России самой. Второй момент, что все-таки есть разные культуры. Никуда от этого не пойти, есть культура, скажем, московская, кавказская, российская в других городах. Это разные суб-такие культуры, которые сформировались, и это не хорошо, не плохо, это просто так и есть. И здесь не должно быть оценок, что хорошо, что плохо. Здесь просто должно быть понимание, что действительно есть разные менталитеты. Есть, в конце концов, христианская культура, мусульманская культура, иудейская культура. Это не одно и то же, это разные. Религия тоже, не в последней очереди, она формирует мировоззрение человека и отношение между представителями своей религии, отношение к представителям другой религии. Там, где другие страны это все прошли и могли создать наднациональную, надрелигиозную какую-то общность на основе единых государственных ценностей, не придавливая их национальные ценности, а давая, наоборот, возможность развиваться. И государство это только приобрело. Здесь это находится просто на одной из начальных стадий. Я думаю, что к этому придется. Вы знаете, вот немножко здесь с вами поспорю, при том, что я не являюсь большим сторонником, любителем Советского Союза. Сам я советский человек, как и вы, родом из Советского Союза. Но я считаю, что как бы хорошо, что мы перешагнули прошлое и куда-то движемся. Но, однако, мне кажется, что по части толерантности мы где-то отошли вниз и хуже Советского Союза. Вспоминая советский опыт, вы понимаете, у нас как-то вот не было такой ненависти, которая сейчас, скажем, к людям с Кавказа. К людям с... Вот евреи этот барьер перешли. Барьер другого, евреи сейчас полностью интегрированы. Но, вспоминая свой опыт советской культуры, это тоже фильмов, там, я не знаю, Мимино тот же, там и Кикабидзе, Макарчан, я уж не говорю, там, отец солдата. Кавказцы были гораздо более естественно интегрированы в советский социум, как и многие другие малые народы. И вот не проводилось таких жестких барьеров, которые проводятся сейчас. Мне кажется, что мы сейчас свалились в какую-то большую архаику, уже вот напоминающую 1913 год, и дело Бейлиса, и черту оседлости, и нынешние предложения, там, я не знаю, Жириновского, все это, строить колючую проволоку, строить заборы, делать гетто в Москве, депортации, геттоизация Москвы. Мы куда-то катимся даже от Советского Союза. Я с вами согласен, мы говорим примерно об одном и том же. Я говорю, что у нас сейчас толерантность находится на одном из низких уровней. Другое дело, что как оценивать толерантность в Советском Союзе? Я понимаю толерантность, это как уважение одного человека к другому с пониманием того, что другой человек, это представитель другой культуры, другой религии, другой традиции. Это, в моем понимании, это и есть толерантность. А когда государство насильно людей оттаскивает от их национальных традиций, это искусственная толерантность, которая вот к этому и привела. И еще раз говорю, мы сейчас находимся в нетолерантном обществе, мы находимся в начальных этапах формирования толерантности, которые еще, может быть, долго очень происходить, и, так сказать, непонятно, когда мы к этому придем. Но, в целом, я считаю, что вот этот взрыв нетолерантности является следствием вот этой псевдо-толерантности, это придавливание всего национального, то, что было в Советском Союзе. Ваше отношение к событиям в Бирюлево, насколько они, так скажем, вот эти вот протесты оправданы? Или это именно вот такие вот эксцессы нетолерантности, которые мы должны однозначно отвергнуть? Вы знаете, события в Бирюлево — это факт, это отношение местных жителей к тому, что у них накипело. Что значит накипело? Я смотрел много и по телевизору, и читал в газетах, люди говорят, что вот мы боимся успеть детей на улицу, у нас есть проблемы, мы жили, и сейчас мы живем по-другому. Это факт. Виноваты ли в этом мигранты? Я бы сказал, что нет. Виноваты в этом в целом власть, которая не смогла до конца правильно это организовать. Процесс миграции, процесс адаптации, процесс ответственности, в первую очередь, ответственности работодателя за того мигранта, которого он приглашает. И сказать, что вот те люди, которые... форма, которую они избрали, она, конечно, неправовая форма, и неправовая форма не имеет места быть никогда и нигде. Факт обозленности людей тем, что произошло, в течение многих лет происходило с ними, вот этот факт надо признать, и нельзя осуждать этих людей, что они плохо относились к мигрантам. И это у них, так сказать, это все на их глазах... испортился их район. Он стал криминальным районом. А кто контролировал этих мигрантов, что они, так сказать, имели какое-то жилье, что они были социально защищены, социально обеспечены? Кто контролировал безопасность в этом районе? К ним все вопросы. К сожалению, в данном случае люди, заложники, иммигранты, заложники, их жалко. Сейчас то, что с ними это, кстати, происходит, они тоже в этом... вот их пригласили, их позвали. Им дали возможность зарабатывать, чего у них не было там. Им дали какие-то перспективы. Политика поменялась или что-то произошло, сейчас у них обратная жизнь. Это тоже люди, которые требуют такого же уважения к себе. Просто здесь была, я считаю, недоработка, большая недоработка тех органов, которые должны заниматься и контролем, и привлечением рабочей силы, и ответственностью тех, кто привозит эту рабочую силу, и в том числе воспитанием толерантности. Мигранты могут оказаться в положении евреев? Той, старый, так сказать. Конечно, конечно, могут. И они почти находятся в таком положении. Если мы говорим, так сказать, о евреях как образном, так сказать. Ну да, как образный, как исключенный, маргинал, геттоизированный. Конечно, и они почти находятся в этом. Их по-человечески жалко. Даже, более того, приглашать сюда людей, которые потом будешь унижать, это, может быть, не надо приглашать. Не надо давать им возможность получить иллюзию какой-то достойной жизни, и в результате, так сказать, унижать их, не оставляя, так сказать, никакого права на человеческое достоинство. А в Израиле есть нетолерантность к арабам, скажем, там же много приглашенных мигрантов, арабских рабочих? Вы знаете, я бы сказал так, что я не могу сказать, что Израиль является примером толерантности. Израиль очень поляризованное общество, очень горячее, на взводе, нервное и поляризованное. Абсолютно так. И в Израиле есть нетолерантность просто между евреями. Это Израиль поделен на два лагеря. Лагерь, который говорит, что надо радикально решать вопрос с палестинцами, то есть, грубо говоря, выгонять их. Или там самые жестокие или жесткие меры к палестинцам, и не только к террористам, и к пособникам, и всем, так сказать, кто может потенциально быть террористом. И второй лагерь, который говорит, что наоборот, надо все отдать, и нужно, так сказать, пойти на все уступки, и тогда может быть мир, и создать два государства побыстрее, и дать им материальные возможности, интеллектуальные возможности, чтобы они получили работу как можно быстрее и лучше. Внутри самого еврейского общества есть, так сказать, поляризованность, то, что вы сказали. А между евреями в целом и арабами, ну, палестинцами, конечно, безусловно, нет никакой толерантности. Есть ненависть, потому что, когда гибнут родные и близкие, с одной стороны, когда ответными действиями гибнут родные и близкие с другой стороны, ну, какая-то толерантность. Нет-нет, я имею в виду именно как раз внутри самого еврейского общества, которое тоже прошло вот этот вот страшный травматический опыт и столетий, и столетий я, да, этой катастрофы, что все равно в результате даже само еврейское общество, оно оказывается в ситуации нетолерантности, да, к другому, который внутреннего внедрен, вот эти вот мигранты, палестинские мигранты. Если мы говорим нетолерантность евреев друг к другу, то это называются взгляды, политическая, так сказать, борьба. В этом я не вижу какой-то проблемы. Нет никакого унижения, либо притеснения, либо каких-то, так сказать, непринятий, это жизнь. Вот Израиль очень политизирована. Очень много партий, очень много людей с твоей точки зрения. Вот когда едешь, каждый таксист обязательно тебе что-то расскажет с твоей точки зрения на этот процесс. Мирный процесс или немирный процесс. Но это не является нетолерантностью, это является такой политической активностью всех славиц населения. А все-таки мы говорим о толерантности, прежде чем национальной между, скажем, израильтянами и палестинцами. Я бы не сказал, что толерантность там присутствует. Мне кажется, что отношения были существенно лучше до 80-х годов, до антифады. Потому что понятие, скажем, палестинцам, которые приезжали на работу в Израиль, это было очень распространено. Не было боязни друг к другу. А сейчас есть боязнь и агрессия. Просто даже на уровне, если человек араб, приходит в Пен-Гурион, аэропорт, вылетает в другую страну. Он пройдет там все виды проверок, которые можно быть. Если только его, может, только на компьютерный томограф не пошли, то на МРТ. Вот, чтобы проверить, что он там, не знаю, проглотил что-то. Все остальное с ним проверить. Потому что есть опасность. И безопасность превыше всего. Араб, или точнее палестинец, он находится в группе риска. Человек потенциально способный совершить теракт. И это давляет над всем остальным. Должно быть какое-то мирное сосуществование, какое-то время. Должно быть безоружное существование. Оно постепенно приведет. Должны быть какие-то точки соприкосновения на финансовой сфере, на культурной сфере. Тогда это постепенно снимет, так сказать, вот этот вот барьер. А когда вопрос жизни и смерти, то, грубо говоря, нет толерантности. А не сталкиваемся ли мы сейчас с неким глобальным кризисом толерантности? Вот у нас в России очень охотно об этом говорят власти. Что вот, изжила себя политика мультикультурализма. Толерантность в России сейчас становится чуть не ругательным словом. Посмотрите, говорят нам, на эти европейские города, на эти арабские пригороды Парижа, на эти мусульманские пригороды Лондона. Вот к чему она приводит ваша хваленая европейская толерантность. Я считаю, что мы находимся в определенном кризисе толерантности, безусловно. Потому что, мне кажется, изначально не договорились, что такое толерантность. Вот есть такой термин, я недавно слышал, он очень точный, безопасная толерантность. То есть до какой степени ты должен быть толерантен? Ты толерантен к гостю, которого ты пригласил, которого ты кормишь, поешь, окажешь ему все знаки почёта и уважения. Или толерантность заключается в том, что ты должен выйти из квартиры и заселить его вместо себя. Вот где эта тонкая грань? Она, на самом деле, не такая тонкая, но она присутствует. И мне кажется, что толерантность, безусловно, должна быть безопасной. И когда говорят о толерантности европейской, которая привела, в общем-то, и приводит к достаточно таким, я бы сказал, невеселым последствиям, это урок должен быть для России. Это не значит, что должно быть какое-то там, не дай бог, какие-то проявления жесткости или нетерпимости. Это должно выглядеть в том виде, что когда ты не можешь адаптировать, когда ты не можешь правильно принять, грубо говоря, мигранта, ты лучше его не приглашай. Либо делай так, чтобы он чувствовал себя достойно и он стал частью общества. Ты должен уважать его ценности, но он должен также уважать свои ценности. Он должен быть на определенном культурном уровне, в котором он впишется в это общество. Это немаловажно. А когда, скажем, под Парижем создаются анклавы, которые никак не интегрированы в французское общество, которые живут своими ценностями, которые используют эти демократические механизмы или попустительства для того, чтобы диктовать Парижу свои правила жизни, это, мне кажется, элегантность, которая, грубо говоря, бомба замедленного действия. Ну, здесь, да, мне кажется, базовые принципы либерализма должны соблюдаться в том, чтобы ты свободен ровно в твоей мере, в которой ты не нарушаешь свободу другого и права другого. И вот эти вот постоянно оговариваемые границы между твоими правами и чужими. Это первый момент. И второй момент, что все-таки люди изначально с разным уровнем понимания, что такое вообще толерантность, с другими уровнями культуры. Это никак нельзя отвергать, нельзя с этим не считаться. Вот я, может быть, скажу, достаточно крамольные вещи, но они, тем не менее, являются правдой жизни. Вот ситуация в Ираке. Вот был ужасный, там, не знаю, самим худшим эпитетом Саддам Хусейн, который количество погибших при нем несравнимо с тем, что происходит сейчас. Несравнимо. То есть, каждое общество находится на определенном стадии своего развития. И на своей стадии своего развития он требует определенного, так сказать, правил управления этим обществом. То есть, в том смысле, что Саддам обеспечивал некий уровень управления, который не давал совершаться большому кровопролитию. Он обеспечивал отсутствие кровопролития, даже близко не сравнимо с тем кровопролития, который происходит сейчас. И надо понимать, арабское общество в Ираке устроено по-другому. Там нужны другие формы управления. Ну, это уже тема для совсем другого разговора. Все-таки у нас сегодня темой был антисемитизм и шире толерантность вообще. Но, вы знаете, слушая вас, я понимаю, что невероятно нужен вот такой вот музей именно для того, чтобы толерантность не стала музейной вещью. Чтобы она была прописана в наших ежедневных делах, в кодах нашего общества. Чтобы мы не хотели смотреть за толерантностью музей, как это бывает в других местах и как это было в прошлом. Я благодарю вас за участие в этой программе. Александр Масеевич Борода, президент Федерации еврейских общин России и генеральный директор Еврейского музея Центра толерантности. Это была программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует...